Здравствуйте еще раз. Прошлая секция у нас была «Хайп сегодняшнего дня. Искусственный интеллект. Самая высокая волна хайпа». Сейчас мы возвращаемся к телемедицине. Волна хайпа, вокруг которой спадает, это хайп прошлого года. Но именно благодаря тому, что, может быть, спадает хайп, мы начинаем делать какие-то реальные, практические истории с этим связанные. И, как я говорил в первой секции, я еще на общественных началах являюсь директором Ассоциации искусственного интеллекта в медицине. Но вот сегодня я хотел представить наши телемедицинские разработки, разработки нашей компании, которая называется «Телепат». Я не хочу вас пугать, никакой телепатией мы не занимаемся. Это просто от двух слов «телемедицина для пациентов». Потому что наша компания разрабатывает специализированные телемедицинские сервисы в сегменте «пациент-врач». И нашим основным продуктом является платформа «Мессенджер» от соединения двух слов «медицина» и «Мессенджер». Это такой специализированный медицинский мессенджер, который позволяет вашей медицинской организации предложить своим пациентам дистанционное консультирование, ведение, мониторинг, наблюдение их лечащим врачам. То есть это телемедицина в сегменте, который является таким длинным, дистанционным телемедицинским хвостом очного оказания медицинской помощи. Это не первичные консультации, которые сегодня очень модные в интернете. Это именно платформа для того, чтобы вы могли своим пациентам предложить дистанционное консультирование теми врачами, которые их уже лечили в вашей организации. И главная идея этого сервиса очень простая. Мы хотим заменить вот эту извечную мечту пациента – получить мобильный телефон доктора, звонить по нему, и чтобы врач еще и трубку снимал среди ночи. Для того, чтобы это работало, мы это заменяем некой альтернативой, очень похожей на современные мессенджеры, которая позволяет превратить это, во-первых, в платную официальную медицинскую услугу. Мне кажется, что слово «платное» здесь очень важно, потому что, когда мы говорим о телемедицине, естественный первый вопрос – как будет оплачиваться работа врача? Потому что дистанционное консультирование пациенту – это всегда работа. Если мы не понимаем, что это работа врача, тяжелая работа, что эта работа должна быть оплачена, никакие телемедицинские сервисы будут работать только в моделях, в пилотах, в облаке, в хайпе, где угодно, но не в жизни. Второй важный аспект этой истории, что наш сервис позволяет сделать эту услугу протоколируемой и, самое главное, контролируемой. Слово «контролируемая» мы вкладываем в то понимание, что эта услуга контролируется медицинской организацией. Она перестает быть частным делом врача и пациента, она становится именно контролируемой услугой медорганизации, потому что консультирование пациента идет через специальный выделенный такой канал, который устанавливается клиникой, который действует ровно столько времени, насколько вы предложили пациенту абонемент. Вы предложили пациенту абонемент на месяц, вот месяц прошел, абонемент закончился, и у пациента нет никаких личных контактов доктора, потому что взаимодействовал он с доктором через специальный канал, установленный клиникой. Ну и выглядит это очень похоже на любые современные мессенджеры, на которых в нашем сервисе врач может отвечать с любого своего рабочего компьютера, важно, чтобы он был подключен к интернету, с мобильного телефона, любого через мобильное приложение, с домашнего компьютера, подключенного к интернету, можно присоединять фотографии, любые файлы, анализы, которые пациент сдал в другом месте. Очень легко отправить своему лечащему доктору в один клик, но самый главный принцип нашего сервиса, он мне кажется самым принципиальным, пациент спрашивает, когда есть вопрос, а врач отвечает тогда, когда у него есть возможность ответить, потому что мы понимаем, что реально все-таки врач в основном занят своей обычной очной медицинской работой, он принимает больных, оперирует, консультирует, он не может каждую секунду отвечать на вопросы пациенту. Но мы считаем, что эти вопросы накапливаются, и врач ответит тогда, когда будет возможность, в пределах установленного по договору с пациентом времени. И вот это время, которое для ответа врача, вы устанавливаете сами в договоре. Более того, мы считаем, что вы можете сделать целую линейку цен, ну, скажем, если врач должен ответить быстрее, значит, такой абонемент будет стоить дороже. Если врач отвечает в течение суток, как мы предлагаем, поскольку мы считаем, что эти вопросы не должны быть скоропомощными, то это будет более дешевое. Ну, в принципе, вот мы считаем, что все вопросы, связанные с определением цены вот таких абонементов, консультирований, решает сама медицинская организация. Мы можем здесь дать какие-то советы, мы никак в это не вмешиваемся. То есть консультирование профессора может быть дороже, рядового врача дешевле, у хирургов дороже, у терапевтов дешевле, ну и так далее. Это все вы полностью решаете сами. Когда я говорю о том, что сервис является контролируемым, это означает, что, подключившись к этому сервису, ваша медицинская организация получает вот такой кабинет администратора, через который ваши администраторы управляют всеми взаимодействиями с пациентом. То есть можно подключить пациента, подключить к нему его лечащего доктора, установить срок, и в этот момент появляется канал связи, который действует вот именно для консультирования этого пациента этим врачом в течение определенного времени. Но когда мы говорим о контроле, то у нас есть два вида контроля. Во-первых, администратор, который не является медицинским работником, получает информацию о том, что врач просрочил или близок к просрочке ответа пациента. Ну, врач должен ответить в течение суток, а уже прошло 23 часа, он до сих пор не ответил. Ну, вот администратор может это увидеть и принять какие-то меры, но он не имеет ни малейшего доступа к содержанию переписки общения врача и пациента. Зато ваша клиника может установить, вот здесь вот у нас есть такая позиция контроль, назначить врача-контролера, врача-методиста, администратора, как вы это назовете, который будет уже иметь доступ к переписке пациента с ваших врачей, с вашими пациентами. Для того, чтобы обеспечить, проконтролировать качество оказываемого вот этой телемедицинской услуги, этот врач должен в определенных случаях контролировать качество оказания этой услуги. И может разбирать сложные вопросы недовольства пациента, если пациент недоволен, как его консультируют, ну и в конце концов учить ваших врачей. На самом деле вот здесь те категории пациентов, для которых, мне кажется, это наиболее востребованным, поскольку этот сервис универсальный, то здесь довольно широкие категории. Но я думаю, что для пациентов онкологических, скорее, первый пункт очень важен. Пациент, выписавшийся из стационара после тяжелого стационального лечения, операции, химиотерапии, он уходит домой довольно быстро и в очень неуверенном в себе состоянии. Если в этот момент предложить ему линию консультирования с тем доктором, который ввел его в клинике хотя бы на месяц, я думаю, что это будет крайне востребовано пациентами. Ну и если разумно установлена плата, то, наверное, не бесполезно и для клиники. Собственно говоря, сервис этот работает в облаке, по так называемой СААСовской модели. То есть нам здесь принципиально подчеркнуть, что в вашей клинике подключение к этому сервису, входная плата за работу с этим сервисом составляет 0 рублей. На входе вы ничего не платите. Вы подключаетесь к этому сервису и начинаете предлагать эти услуги своим пациентам, и платформа с вас возьмет небольшую, очень небольшую фиксированную плату за каждый человеком месяц консультирования. То есть если в первом месяце вы такую услугу предложили двум пациентам, вы должны платформе 720 рублей. Если дальше вы начали консультировать миллион пациентов, мы с вами обогатимся, ну и вы обогатитесь, получите определенные разумные деньги за предоставленные пациентам услуги консультирования. Мне очень важно здесь подчеркнуть вот эту вот строчку, потому что зайдя сюда и зарегистрировав тестовый аккаунт, вы в течение месяца можете абсолютно безвозмездно попробовать этот сервис. Если он вам нравится, дальше обращайтесь, будем как-то двигаться вперед. Мы готовы предложить пакет, скажем так, методических документов, мы довольно хорошо понимаем в том, как должны быть оказаны медицинские услуги, поможем вам с прообразами документов, которые вы утвердите в своей клинике. В первую очередь это добровольно информированное согласие пациента на получение этой услуги. Мы очень тщательно проработали этот документ, предлагаем его в качестве базового, и ваши юристы могут доработать его, как считают нужным. Ну, это, скажем так, была преамбула. Амбула состоит в том, что как-то за последний год в портфеле нашей компании появилось несколько, скажем так, просто онкологических сервисов, дистанционного ведения онкологических пациентов. И, скажем так, появились они благодаря нашему уважаемому члену президиума Ирине Геннадьевне Каргальской, которая является руководителем телемедицинского комитета Всероссийского союза пациентов. И на самом деле все вот те сервисы, которые мы разрабатывали, это разработаны по потребности наших пациентов. Собственно говоря, Ирина Геннадьевна является тем невероятным мотором, который позволяет эти сервисы запускать и довольно активно внедрять его в наших регионах, о чем я дальше скажу. Но самое главное, вот эти телемедицинские сервисы, которые мы разрабатываем, они покрывают вот ту, скажем так, часть истории онкологического больного, когда этот пациент, ну скажем так, является наиболее брошенным. Когда он никому не интересен, когда он лежит в стационаре и вокруг него много-много врачей, это попроще ситуация. Но когда он из стационара уходит домой, вот в этот момент понять, кто за него отвечает, довольно сложно. И, наверное, вот наш первый сервис, который мы уже широко внедрили в Липецкой области, мне особенно приятно, что я просто в Фейсбуке увидел вот эту вот фотографию, где обычный врач липецкого онкодиспансера сидит за компьютером, на котором мой опытный глаз узнает интерфейс нашей системы. Сервис этот называется OnConnect, и он ориентирован на дистанционный мониторинг и коррекцию побочных явлений химиотерапии для пациентов. На самом деле сервис этот состоит из двух частей. Это, скажем так, информационная часть, то есть это огромный массив информационных материалов, которые вот Ирина Геннадьевна сделала для поддержки таких пациентов. То есть это информация о побочных явлениях, об образе жизни пациента на химиотерапии, о том, как ухаживать за кожей, как готовить себе еду. То есть это не медицинские рекомендации, но это рекомендации, которые позволяют пережить тяжелое медицинское лечение. И вторая очень важная часть – это интерактивная часть сервиса, которая позволяет врачу-онкологу назначить своему пациенту определенный набор опросников. Расскажете, да? Ну, Ирина Геннадьевна дальше об этом расскажет. Вот у нас просто образцы этих анкет. И реально живьем я могу просто в перерыве показать это на моем телефоне. Это действует реально сегодня, по-моему, 300 пациентов в Липецкой области. Уже больше, да? И 60 врачей пользуются этой системой. Вот. А вот следующий участок нашей жизни, о котором я хотел сказать, это сервис, который мы сделали для территориального фонда Ярославской области. Это другой, скажем так, участок, где онкологические пациенты оказываются брошенными. Это этап от появления подозрения на злокачественное новообразование до постановки диагноза и начала лечения. И на самом деле вот задача, которая нам была поставлена, подключить вот в этот момент страховых представителей третьего уровня для того, чтобы обеспечить какое-то вот лучшее ведение сопровождения и более быструю маршрутизацию этих пациентов в соответствии с установленными порядками. Потому что, как мы сегодня понимаем, выполнить те сроки маршрутизации онкологических пациентов с подозрением на ЗНО, которые установлены на сегодняшний день, практически невозможно. И вот, как бы, ключевая проблема состоит в том, ну, пациент получил направление к врачу-онкологу, и пять месяцев к онкологу не идет. Ну, и как бы все забыли. Вот. Кто в этот момент должен обеспечить, чтобы он все-таки дошел до онколога? Или он дошел до врача-онколога, получил список обследований, которые нужно пройти, и кто следит за тем, чтобы он уложился в срок с этими обследованиями. Ну, собственно говоря, для реализации этой истории был сделан очень сложный такой интересный многоролевой сервис, который вот с конца прошлого года запущен в Ярославской области, и он выглядит следующим образом. Как только пациент получил направление к онкологу, оно автоматически попадает в систему территориального фонда. И в этот момент, вот ту секунду, когда направление выписано, генерируется случай в системе, создается случай в системе онкоконтроль. И этот пациент уже в системе. И после этого система автоматически определяет, к какой страховой компании он прикреплен. Сервис сегодня запущен во всех четырех страховых компаниях, которые работают на территории Ярославской области. И администратор страховой компании в тот же день назначает страхового представителя третьего уровня, который должен курировать этого пациента. И дальше этот страховой представитель, в его задачу входит то, чтобы пациент, по крайней мере, дошел до онколога со своим направлением. Как только он до онколога дошел, получил какой-то план обследования. А планы обследования мы из областного приказа выбрали именно те, которые установлены для разных видов подозрений на злокачественные опухоли. Фактически врач одним кликом назначает тот план обследования, который установлен. Если он не хочет к нему ничего добавить, ну он, конечно, может добавить, убрать какие-то исследования. Но самое главное, что как только этот план обследования назначен, он точно так же поступил в личный кабинет страхового представителя. Он видит назначенный план обследования, и наша система следит за тем, чтобы проинформировать страхового представителя, что там вот две недели было отведено на компьютерную томограмму, а она до сих пор не сделана. Свяжитесь с этим пациентом тем или иным способом, попробуйте как-то ему помочь. Ну, как говорят представители здравоохранения от внедрения этой системы, количество явок на компьютерную томограмму не увеличивается. Но все-таки вот такой вот ручной настройки в этой системе, когда страховой представитель позвонит директору, главному врачу клиники и скажет, что этого пациента нужно привезти, это на самом деле работает. Ну вот, собственно говоря, вот та система, о которой я говорил, и, наконец, последняя система, которую мы запускаем сейчас, она называется OncoRehab. И это система дистанционной реабилитации онкологических пациентов в группах. И, наверное, об этой системе Ирина Геннадьевна расскажет лучше, потому что наша компания ее разрабатывает, но реальным ее идеологом является, конечно, Ирина Геннадьевна. Поэтому я думаю, что честь рассказа о том, как это будет действовать, принадлежит ей. Спасибо. Готовы ответить на вопросы, если они вдруг возникли. Добрый день, меня зовут ГНН. Меня на самом деле интересует вопрос, вот то, что вы сказали, система, которая позволяет по подписке связываться с врачом, задавать вопросы. Врачу на самом деле очень желательная и очень нужная система, я понимаю. Единственное, вот исходя из моего опыта из других индустрий, что происходит, когда напрямую налаживается связь, условно говоря, с проводником услуги и с тем, кто задает вопросы, на первый уровень начинают сажать низкоквалифицированных людей, что называется, чтобы трубку подняли, да, разъяснили. В данном случае пациенту выяснили, действительно ли его запрос имеет место быть, нужно ли его адресовать врачу и так далее. И вот исходя с идеологией колл-центра, чтобы достучаться до специалиста, уходит полчаса висения на телефоне. В принципе, если на первый уровень могут сажаться или садиться неквалифицированные специалисты исключительно из-за того, чтобы выяснить проблему и адресовать его к нужному специалисту, этот уровень сейчас убирается во многих случаях автоматизированными системами. То есть где этот баланс, чтобы не злоупотребляли этим сервисом и чтобы вопрос был квалифицированно-отвеченним? Смотрите, вот на сегодняшний день мы заявляем, что это сервис консультирования пациента его лечащим врачом. В любом случае это канал, установленный между пациентом и его личным доктором. В любом случае вопрос должен дойти до врача. Конечно, врача мы немножко, может быть, в какой-то ситуации будем перегружать этими вопросами. Сегодня у нас был один пилотный проект, в котором мы по рекомендации, скажем так, московского ФОМСа попытались посадить прослойку из вот этих не очень квалифицированных врачей, которые должны были снимать первый слой этих вопросов. Это не заработало, но не потому, что они неквалифицированные, а потому что просто в сегодняшней системе здравоохранения эту прослойку неоткуда выделить. Но, конечно же, следующий шаг, который мы делаем, мы сегодня формируем наш, мы видим нашу платформу мессенджер именно как платформу для приземления, как мы это называем, интеллектуальных агентов. Это маленькие такие чат-ботики, очень аккуратные, не берущие на себя много функционала. Но если мы понимаем, что в определенной ситуации каких-то 5% ответов вопросов пациентов мы можем снять с помощью этого сервиса, или наоборот активные, у нас есть и активные агенты, которые могут сами задавать вопросы пациенту для того, чтобы улучшить коммуникацию, вот как это сделано в проекте OnConnet. Мы вот сегодня запускаем этот сервис, и мы стараемся, но мы понимаем, что мы должны это делать с невероятной аккуратностью, но нас оправдывает то, что в конце этой трубы всегда стоит доктор. То есть сегодня, почему очень трудно в медицине внедрять чат-бот? Ну просто страшно, откровенно страшно. Но когда у вас за спиной чат-бота есть доктор, который всегда может подправить, это не так страшно. И вот мы видим, мы выстроили эту схему, которую мы запускаем вот к августу месяцу. Спасибо. И еще такой момент. Мне кажется, что в будущем на самом деле врачи тоже поделятся на две группы. Первые, которые будут оказывать услуги, как сказать, через телемедицинские сервисы, либо через подобные сервисы. И все-таки врачи, которые будут сидеть на приемах и принимать пациентов. Мне кажется, такая специализация тоже появится из-за различных обстоятельств. Вы знаете, это очень тоже интересная тема. Если мне дадут еще одну минуту, я хочу сказать, что вот ровно неделю назад на конференции «Менеджмент в радиологии», которая была в Москве, выступал профессор Гатков, президент Федерации лабораторной медицины. Собственно говоря, с очень интересным футурологическим докладом. Но одна из мыслей, которая состояла в том, что сегодня, уже сегодня, врачи-диагносты не имеют дела с пациентом. Они имеют дело с его цифровой моделью. И дальше вот эта разница. То есть будут врачи, которые видят пациента живьем и будут, к сожалению или к счастью, но это мнение профессора Гаткова, врачи, которые имеют дело исключительно с цифровой моделью. Это не мое мнение, но это соответствует вашему вопросу. Спасибо. Спасибо. Вопрос, если... А можно чуть-чуть... А можно давайте вопросы после окончания, потому что давайте все-таки по времени... Маленький комментарий, если не сложно. Служба «Ясное утро», Ольга Гольдман. У нас 40 тысяч обращений от пациентов со всей страны на горячую линию помощи онкологическим пациентам. Вот, честно говоря, мне очень интересно, что я сегодня услышала, но судя по тому опыту, который у нас есть, а мы работаем уже больше 10 лет и больше 300 тысяч обращений от пациентов за это время обработали, самая большая проблема – это прояснение. И, к сожалению, она требует профессиональных навыков. И то, что мы видим, например, сейчас, что страховые представители первого уровня, как работают, они не пробивают пациенты, не пробиваются через первый уровень. Даже мои специально обученные 100 человек-консультантов, которые сидят с психологическим образованием, у них огромная проблема прояснить, что на самом деле у пациента происходит. И вот мне не очень понятно, каким образом это будет вписываться в состояние психологического этого пациента, у которого ужас-ужас, сложности в коммуникации с живым врачом, с которым он разговаривает, и вообще формулировка его проблемы. Вот есть ли что-то вы думаете? Я с вами полностью согласен, но мы сталкиваемся с тем, что в прошлом году введено новое регулирование, которое вот этих страховых представителей третьего уровня, которые являются врачами уже на самом деле, подключает к этой тематике. Мы постарались выстроить систему, чтобы включить их, скажем так, организационным образом в этот процесс. Я не могу сказать, что у нас нет готовых ответов на этот вопрос, но мы видим, что по результатам вот этих трех-четырех месяцев, даже пяти уже, наверное, когда система у нас работает, решаются определенные вопросы. Дело в том, что территориальный фонд как бы контролирует, вот там у меня были стрелочки контроля, он контролирует, как эти страховые представители третьего уровня, они ведут своих пациентов. И на самом деле вот под контролем территориального фонда эта система становится чуть лучше. Но, конечно, идеала нет нигде, я не могу этого сказать. Спасибо. Спасибо.